Давай, я записываю, давай. Нет, ты что? Ради ТикТока, давай. Какой там ТикТок? Сделай, блядь, блядь. Ютуба. Мама, я в Ютубе! Лайка подоставь. Так, ладно, всем привет. Едем в Луганск. Не стал уже всю дорогу снимать, сейчас подъезжаем мы к Заварина. Сейчас посмотрим, сколько у нас там машин будет. Благо, сегодня предпраздничный день, поэтому нас раньше выпустили с работы, и мы раньше проехали. Ну, сейчас еще пару километров, да? Да. Вон терриконы. Не, не факт, что их очереди не будет. Не, очередь есть, 45 минут показывают в новом приложении. Хреново. Транзиткп.ру, что-то такое. Ну, федеральный сайт запустили. Там и Крым показывает, и ДНР. Все остальное. Ну, посмотрим. Так, друзья мои, ну что, мы приехали на Изварина. Ну, пока не доехали, потому что что-то здесь какая-то пробка. Непонятно, то ли уже очередь началась, то ли нет. Ну, конечно, здесь дорога узенькая для вот этих вот вещей. Я, честно говоря, до сих пор не понимаю, почему вот этих вот чудовищ нельзя отправить через Северный. Я думаю, что вполне бы можно было сделать там дорогу и пустить грузовики все там. Северная дорога там просто говно. Ну, пусть делают. В чем проблема? Столько дорог делают, и вот это не сделают. Ну что, друзья, мы доехали тут до остановки, и что-то мы практически встали. Здесь что у нас тут? Магнит. А дальше идет пробка. Ну, сейчас пойдем с вами пройдемся. Грузовиков очень много. Из-за этого... Фур много стоит, не знаю, что их не пустят никак. Через Северный. Ну, вроде вот очередь пошла. Ну, пишут, что ожидание определенное есть. Грузовики что-то пытаются без очереди лезть. В общем, короче, ничего не меняется, друзья мои. Друзья, сегодня у нас пятница, 3 ноября. Завтра праздник всех с наступающим праздником. Народное единство. Ну, вот, 3 выходных. Понедельник выходной. Поэтому, собственно, я и собрался в Луганск, в ЛНР. Понеделек назад поеду. Ну, как всегда, будем много снимать всего интересного. Ну, в этот раз без коня, поэтому поснимаю вам только то, что смогу. Ну, в пешей доступности, может, куда-то прокатимся. Не знаю, посмотрим. Ну, а мы все с вами идем. Видите? Очередь большая. КПП еще до сих пор и не видно. Вон, смотрите, сколько машин. Да, ну, наверное, на праздник люди много едут. Поэтому и столько людей. Не только мы собрались. Вон, видите, только заправка вдалеке виднеется, а КПП там за поворотом. Ну, вот мы уже подошли к КПП. Вот, кстати, смотрите, не знаю, будет видно или нет. Вот, видите, новое приложение. И тут видно, ну, из приложений сайт. Приложение скачивается с сайта. Короче, выдает, что здесь нужно ждать 49 минут. Вот здесь, видите, освещение неплохое. Еще немножко видно солнышко садится. Гляньте, какие тучки красивые. Да, небо, конечно, классное. Ну, мы сейчас, я не знаю, надо что-нибудь, может, перекусить. Водички попить. Будем ждать, пока доедет. До сюда, Димка. Вот, вымпел заправка. И вот, видите, очередь там еще далеко-далеко за поворотом. Видите, на стороне, там, где пешей, практически никого нет. Единичные какие-то люди идут. Ну, там сейчас и не будет очереди. А здесь, конечно, да, машин много. Ну, грузовые написано минут 7-8. А пассажирские, да, ну, наверное, порядка часа мы простоим. Да, время проходит, ничего не меняется. Очереди как были, так и есть. Уже вроде и таможни нет. Но самое главное, друзья, гляньте, какое красивое сегодня небо интересное. Ну, камера, конечно, еще его немножко подкрашивает. Ну, вообще, конечно, красиво. Ладно, друзья, что, будем ждать. А там уже, не знаю, что-то получится поснимать, нет. Там, наверное, темно будет. Ну, дорожные работы, если сейчас ночью идут, какое-то освещение будет, может, что-нибудь поснимаем. Ну, и по городу уже в Луганск приеду. Домой буду идти, что-то для вас поснимаю. Друзья мои, гляньте, какая очередь в Озон. Озон молодцы, открыли прямо пункт выдачи, прямо здесь, возле КПП. Ну, и Валберезни-то тут тоже по соседству есть. Ну, короче, людей очень много. Внутри там, наверное, не видно, но там очередь. Вот видите, люди уже и снаружи очередь занимают. Ну, что, мы уже на въезде. Простояли мы час. Ну, еще, наверное, минут 30, и дай бог, может, и пройдем, да, Вит? Да, если не больше. Да, что-то... Грузовики проезжают быстро, а вот легковые, кстати, картинка не соответствует. Приложение пишет 45 минут, а мы уже больше часа стоим. Ну, что, всего где-то часа полтора, мы, наконец-то, ну, из Варина. Встречают нас большое количество машин. Ой, гляньте, сколько фур на выезд, еще больше, чем на въезд. Да, стройка идет, поэтому машин много. Магазинчики, остановка. Продукты, напитки, алкоголь. О, гляньте, сколько фур, ё-моё. Так, припаркуемся сюда. О, у Максима сейчас. Бесплатный. Вай-фай, ух ты, ничего себе. Ну что, выехали мы с Изварина. Вдалеке вон дорога. Ну, в смысле, выехали с КПП, да. Уже темно-темно. Дорога здесь хорошая. Вдалеке вон дорога к птицефабрике светится. Оно изварено, кстати, вот, гляньте, дорогу, которую делали два года назад. Ее опять срезали. Ну, видимо, хреново сделали. Вот так, что будут делать. Не, просто уже разбили по новой. Да. Будут делать по новой. Одну же сторону вон левую положили, но плохо видно. А вот мы едем сейчас по срезанной. Ой-ой-ой-ой. Слышишь, это же какой слой положили, что ее срезали снизу. Да, дорога, конечно, песец. Ох ты, гляньте, а то ты ночью прямо ремонт идет, техника, а он вовсю пашет. Красавчики. Димка, чуть на каток не наехал. Нет, 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 просто там яма глубокая. Вообще, интересно. Это не самая хреновая дорога, почему они ее делают в первую очередь? Или там уже везде сделали? Она с этой стороны справа разбита. Не, я не за то говорю, там есть дорога, где хуже была. Да, они будут полностью делать. Да, понятно, но почему мы эту первую начали делать, вот что вопрос. Там между Краснодоном и Молодогвардейском, сейчас поедем посмотрим. А потому что здесь хреново положили предыдущие, что жили наши ЛНРовцы. Ну здесь они именно под футбой. Заехали мы в Краснодон, здесь тоже пока что срезали асфальт, пока едем вверх на горочку. Едем по вечернему Краснодону, Краснодон светится огнями. Транспорт общественный уже не ходит, как вы знаете. Семь часов. Жители жаловались, писали подписчики, что в Краснодоне транспорт. Чуть к вечеру и все, уехать невозможно. Так шесть часов вечера ты с Зварина не уедешь в Луганск? Ну да, на такси только. А такси там стоит? Ну, рубля два с половиной, да? А на того не стоит? Не, ну по факту два рубля. Два два с половиной, наверное. Здесь, да, светодиодные фонари уже поставили. Асфальт пока старый, но такой более-менее сносный. Ну здесь вот спар. Ну люди есть какие-то на улице. Ну пятница. В парке тоже светится. Вот это он, конечно, красава, да? Перед фурой выскочил, короче, чуть не это не улетел. Не успел я снять. Я ж не быстрее еду, 40 километров всего. Я тебе, кстати, советую этот, регистратор купить. Едем уже на выезд из Краснодона. Один раз попал под красный свет. Все. Считаешь, вот видите? Да, считаешь, что до самого выезда с Краснодона ты будешь. Ну что, покинули мы Краснодон. Проезжаем путепровод. И нормальная дорога закончилась. Да, и нормальная дорога закончилась. Путепровод вот этот в поворотом на Суходольск. И следующий у нас молодогвардейст. Ну, правда, видите, хоть и тут ДРЛ-ки стоят, но с двух сторон хорошо светят, освещают. Ну, дорога, как сказать, она просто латаная-перелатаная здесь. Ее, кстати, я ехал на велике, ее латали. Да ее надо новую делать. Куда же тут латать-то никуда. Ну, надо, но это... Ну, кстати, слышишь, она здесь довольно-таки широкая. Если одну половину перекрыть, то вторую вполне можно делать. Вот по-хорошему вот вся дорога такая должна быть по ширине на Луганска. Ну, а это было бы вообще шикарно. Как М4. А нагрузка здесь стопнула будет большая. Ну, хотя, слышишь, может, будет через... А уже ж можно, слышишь, вроде, через Черпково ездить. Я не знаю. Ну, говорят, что ездили. Я вот мотоцикл как куплю, так поеду обязательно. Там прокачусь, поснимаю, все. Ну, вот уже вдалеке Молодогвардейск. Не жарковато в машине. У тебя как в Запорожце печка работает, да? Нет. Она не работает. Не работает, но жарко, да? Нет, я ее выключил. Ну, если она стоит на этом саму. На обогреве она будет опускать горячий воздух. Да, кстати, дождя так и нет. Нам повезло. А то ям бы вообще было бы не видно. Я в прошлую пятницу когда ехал. Ну, первые огни Молодогвардейска. После дождя, как обдала. Или машину одну. Да, вон, пошли домики. Не, ну, вот свет. Молодцы. Здесь какое-то делали. Не, ну, они же, наверное, горят. Все равно, видишь, вкручивают. Практически все горят. Ну, пошли пятиэтажки. Молодогвардейска. Молодогвардейска. Ну, я думаю, что и здесь делают. Ну, это, наверное, ближе к лету следующему или к весне. Мы его сейчас делали. Я в летом еду. Не, я имею в виду здесь. А там понятно. Еще не нет. Выехали из Молодогвардейска. Пошла хорошая старая дорога. Ну, старая, в смысле, что ее два года назад делали. Кстати, одновременно с Изваринской. Даже чуть раньше. Но ее, видать, получше положили. Не знаю, она поцелее. Ее пока не трогают. Типа свеженькая. Да. А вот Молодогвардейский, конечно, дорога ужасная. Ну, кстати, бензин здесь дороже. 92-й, 56-й почти. 95-й, 60-й. Дизельное топливо, 67-й. На 2,5 рубля. На 3-й. Да там вообще, по-моему, в районе 50-й был. Мы ехали. 92-й. А здесь он почти 60. Узкий мост. Вот что они с этим мостом, мне интересно, будут делать? Ой, если они его перекроют, это все. Торбо. Здесь асфальт закончился. А здесь, по-моему, железная дорога, по которой никто не ездит. Здесь только, знаешь, какую-то объездную по низу сделать. Понял? Так интересно, на время, которое кладут асфальт, они уже забрали. Слышишь, глянь. А здесь новый асфальт, который положили 2 года назад, уже срезали. Потому что ему все. Все. В Самсоновке, друзья мои, асфальт срезали уже. Да. Хотя он здесь был нормальный. В Самсоновке уже светодиодные фонари поставили. Они, ну, не такие прям модные светодиодные. Ну, лампы светодиодные вкрутили в старые ТРЛ-ки. Но все равно они уже ярче светят, чем старые. Ну, я думаю, со временем поменяют. Мы проехали. Мы придорожная. Здесь тоже срезанный асфальт. Но мы вот уже едем с нашей стороны. Положили кусочек нового асфальта. Говорят, будут укладывать по новой технологии, специальной для фур. Ну, посмотрим. Нет, но у него высота, нифига себе, почти 100 миллиметров. Ну, хорошо. Ну, я тебе по-хорошему скажу, чтобы хорошую совсем дорогу делать, надо подушку делать. А они, видишь, подушку не делают. Ну, дай бог, может, советская еще осталась там. О, гляньте, сколько строительной техники. Все мигает, светится. Да. Дорожные работы идут и круглую ночь. Красавчики. Молодцы. Я так надеюсь, что будет быть. Та жу, они бы в дождь укладывали. Пацаны ржут, говорят, они так надеюсь, что пойдет дождь, они не надо будет работать. Кстати, я говорю, дайте бы в дождь укладывали. Они в дождь. Наоборот, у них технология такая. А, технология такая, чтобы в дождь укладывали. А, технология такая, чтобы в дождь укладывали. Так вот тут, да, ну, что они клали в дождь. Я, блин, помню, еду, дождь в дождь фигачит. А они тут стерят под пар, дым идет. А, здесь одностороннее движение. Кстати, мы еще в струю с тобой попали. Хоть где-то мы нормально попали, да. Едем через Наванновку. И, наконец-то, у Наванновки хороший новый асфальт. Правда, не поймем, в один слой уже уложили или все-таки уже и второй. Я думаю, это конечный. Водитель думает, что уже финал. Потому что, типа того, что большой слой. Я, конечно, полу-полосу сделал. А, ну, если разметку сделали, то уже 100% финал. Я не пойму, она от желтого цвета или белого. А это фары, скорее всего, отвечают в красном. Поэтому она от другого цвета. Слушайте, ну, приятно, приятно уже. А вообще едешь на низком такой раз почти. Как на иномарке, я думаю. Едем мимо Навасветловки. Здесь тоже новый хороший асфальт. Да, как жалко, что бы не было в сентябре и не попало на видео на велосипеде. Да, я тогда, конечно, тут промучился. Ну, а бочину тоже вот они сделали. Ну, я надеюсь, что они ее потом все-таки присыпят, выровнят с асфальтом. Потому что, конечно, так жесткий. Ну, вроде пошире, да, дорогу сделали? А, что-то тут, а тут мост. Мост, походу, не до асфальтировали. Мост уже надо по-другой технологии. Мост не сделали, а так все сделали. Гляньте, кстати, какое количество машин. Здесь гряните, даже с правой стороны полоса. Ёлки-палки. Вот же счастье-то какое, да. Надо было на велосипеде сегодня ехать. С обеда отпрашиваться с работой. Буквально здесь. Огни. На восемь лет лапки. Кстати, глянь, такое впечатление, что им фонари новые все-таки поставили. Да, там сделали освещение дороги. Ну, мы не поехали, потому что там фур много. Прям на въезде, чтобы не плестись долго. Да, мечты сбываются. Хорошеватые. Хороший асфальт. Но разметка почему-то только посередине. Освещение. Освещение как не было, так и нет. Так, вон, даже дальше этот уже идет объездная. Там по-любому на развязке должно быть освещение, а его тоже нет. Фактически его нет. Да. Как-то так. С освещением пока что беда. Ну, по крайней мере, хоть дорогу делают. Я думаю, дорогу сделают, а там освещение уже подключено. Ну, скорее всего, и обочину буду делать и так далее. Так, заезжаем на объездную. Следующая остановка в Луганске. Вот мы и заехали в Луганске. Что-то в Луганске бензин еще дороже. Едем по оборонной. Алло, это сварщики, да. Сварите мне пожрать. Ну, типа лула. СТО-шка работает. Салон, Шкода. Машины стоят какие-то. Первый луганский автосалон. Подъезжаем за рулем. А ты обгоняешь его или нет? Ты шутишь? Испугался, что ли? Гор Водоканал. Завод счетчных аккумуляторов, девятиэтажка. Ну, его, наверное, не видно. Ну, здесь дизельное топливо вообще 69 рублей. А в России сколько там? В Ростовской. В Ростовской 64. 26 бакинских комиссаров. Подъезжаем к автовокзалу. Да, свечения, конечно, маловато у нас. Да хватает. Да нет, посмотришь, если из таких, ну, городов. Там все иллюминации, боковины, магазинчики там, ну, все светится. Ланека так и не работает. Ну, вот, казалось бы, вот автовокзал, что нельзя вывеску автовокзал подсветить. Вот это все, ну, глянь, убог. Что оно подсвечено? Ничего оно не подсвечено, посмотри. Ну, я же тебе о чем уговорю. Здесь вот тоже я парк сколько проезжаю. Здесь вот барельеф защитником и так далее. Ну, вот это стоило здоровенное, памятник, мемориал. Что, нельзя несколько прожекторов поставить, чтобы его видно было? Да, то просто... Просто горе от ума. Нет, вот здесь дальше, глянь, сделали какое освещение. Классно вообще. Аврора. Я здесь ехал на велике, снимал. Вообще обалденно там дальше. И туда до короны, до этого, до цирка, короче, классно. Так, все, Димон, тормози, мы приехали. Шаурман номер один. Нет. Нет? Я уже чебурек съел. От, е-мое. Не надо было тебе чебурек покупать. Поздно, батенька. Пивная лавка тоже. Интересно, с Северодонецка там разбомбили ту пивную или нет два кума? И шале, интересно. Я не знаю, вообще ни разу в Северодонецке не было. Нет, так нам пиво все время привозили два кума и шале. Интересно, сейчас возят или целые они или нет, где они там находились? Так, куда это дело? В таксопарк. Шале находилось возле озера? Я не знаю, я там ни разу не был. Я всегда был в Смолениново. Максимум уродни. О, гляньте, кстати, 197-й ползет. Смолениново это не доезжая, получается. Поехали. Пятая школа. Ну, тоже 197-й. Да, пока комендантский час будет, так оно нормально, транспорт вечером ходить не будет. О, кстати, здесь Симмари открылся оптовый, типа. Я не пойму, он что пьяный, что ли? Туда поворачивать, сюда поворачивать. Да, у нас выгодно. Он недавно открылся вместо Абсолюта. А Симмари, кстати, неплохой. У них цены подешевле, чем у этих. И товары у них кое-какие другие есть. Так, проезжаем ДК-строителей бывший. А сейчас драматический театр на Оборонной. Обувная фабрика. Ну, здесь уже светодиодные пошли, фонари здесь повеселее. Ну, кстати, стадион, гляньте, освещение вроде сделали вокруг. Ну, я не помню, раньше было или нет. А, наверное, раньше какое-где было. Ну, здесь, конечно, уже здорово. Здесь широко, светло. Заехали в центр. Потому что надо получить лицензию на торговлю. Вот и все. Переоформим все на российское законодательство. Ну, да. Поэтому некоторые магазины и сидят. У них же там срок определенный. Так, Мичиган. Дело в том, что сертификацию тоже надо делать. Да, и саму. Так, видите, кино. ПРУСЬ. Кто наш обсуждает тут? Так, Пединститут. Что нужно для торговли и работы? Что нужно переоформлять все документы. Так, МЖК. Конечно, и как тебе разрешат. Вот, смотри, Россия тоже. Тоже вывеска не подсвечена, ничего. Внесу он кое-как матрешка, что неужели нельзя это сделать красиво. Что-то так вальяжно идет, такое ощущение. Как будто вообще бесстрашно, я думаю. Итак, мы наконец-то в Луганске, вдалеке МЖК. Парковка перед Россией. Приехали мы уже поздно, конечно. Уже 8 часов. Хотя на час раньше выехали, но на час, по сути, позже приехали, потому что на таможне была очередь. Так, ну что, пойдемте пройдемся туда, до Площади Героев. Поснимаем немножко. Там я уже буду двигаться домой. Так, Перник. Так, ничего пока и не работает. Ни музыки, ничего нету. Ни вывесок ярких. Достинница. Тоже ничего не светится. Музыка где-то сдалека играет, не пойму. Машина где-то. Здесь магазинчики какие-то. Ну, здесь уже, конечно, освещение хорошее. Асфальт хороший. Пятница сегодня, напоминаю. Конец рабочей недели. Ветерок небольшой, но тепло. Людей не так много на улице уже. Ну, чуть раньше бы, наверное, было бы повеселее. Кристалл. Пойдемте спустимся в подземный переход. В этот раз пройдемся. Посмотрим, что тут изменилось. Я уже ходил тут, когда он был отремонтированный. Ну, надеюсь, не разрисовали. Нет, чистенько убрано. Единственное, видите, раньше были двери на входе, переход. И не было такого ветра сильного. А сейчас вот открыто на самом деле. И, наверное, будет немножко. Ну, хотя козырьки есть. Ну, может, конечно, снег сюда задувать. Да, вроде все чистенько убрано. О, видите, 167-й тоже еще ходит. Ну, это хорошо, что 8 часов, а транспорт еще ходит. И люди, соответственно, на остановках. Ну, закончатся боевые действия. У меня комендантский час. Я думаю, что будет больше вечером и людей, и транспорта. Ну, и так, в принципе, видите, люди на улице есть. Кто бывает, говорят, что типа никого нет на улице. Яркое, конечно, хорошее освещение. И еще розочки, кстати, цветут посредине дороги. Ну, может, еще заморозков, морозов таких не было. В принципе, видите, ноябрь теплый. Сейчас, наверное, градусов 10. И ветра нет хорошо. Ну, пойдемте в парк пройдемся. Березки. Матрешки. Фонтаны, говорят, уже вроде законсервировали, выключили. Ну, сейчас, в принципе, да, в ноябре уже, дорогие мои, вот так вот вроде тепло-тепло. А потом, может быть, раз и мороз и снег. У нас погода непредсказуемая. Да, фонтаны уже, получается, законсервировали. Видите, уже их закрыли на зиму. Ну, понятное дело, уже пора. Да, я надеялся, что мы приедем пораньше и побольше будет. Можно будет прогуляться. Да, хотя, видите, людей, в принципе, много. Раньше, по Валаму, в часов 9 приезжали. Ближе к 10, когда очереди были. В центре сразу, видите, много машин у нас. Ну, потому что тут кафешки, бары. Поэтому люди, соответственно, оставляют машины на парковке и идут отдыхать. Кстати, видите, информационное табло вернули. Вот хорошо. Так, друзья мои, храм, умиление. О, кстати, фонарик, видите, мой светит. Ремонт полным ходом идет. Так что посмотрим, интересно, что оно получится. Надалеке уже видны огни панорамы. Бувшая Алкуба, много в ней людей все время собирается. Ну и напротив 7 морей. Ресторан, рыбная и мясная кухня. Рядом, видите, тоже ничего. Кафешку, вот в подвальчике, там короки, раньше было неплохое. Так ничего и не сделали. О, сегодня ее оба с полком подсвечены красиво. Здесь уже, видите, красивые иллюминации. Можно Новый год уже праздновать. Единственное, конечно, громко у них музыка мешает. Местным жителям, кто рядом здесь живет, громко, конечно, играет. Благо, что комендантский час, а так бы она играла бы всю ночь, наверное. Да, думаю, что не очень, конечно, приятно. Поэтому, конечно, комендантский час от громкой музыки и гуляни всех спасает. О, кстати, видите, еще один автобус, 197-й. Видите, здесь тоже, я еще в прошлый раз снимал, сделали освещение хорошо туда, к шоколаду и шоколад. Видите, как красиво-красиво светится. Ну, видите, здесь уже у нас флаги вывесили к празднованию завтра. Ну, это сквер героев Великой Отечественной войны. Здесь еще пока старенькое освещение, старые прожектора. Ну, его ремонтировали этот парк недавно, но еще по старым технологиям. Ну, я думаю, что со временем его тоже переделают. Да, все переделают, но только не сразу. О, видите, площадь героев Великой Отечественной войны тоже. Темно-темно, Тараса Григорьевича и не видно. Ну, а так, видите, жизнь кипит, людей много, сегодня тепло, хорошо. Подписчики пошли, узнали. Так, ну что, друзья мои, будем заканчивать наше сегодняшнее с вами путешествие. Пойдем еще прогуляемся и по вечернему. Ну, это уже завтра, послезавтра. Два дня буду для вас снимать утром, днем и вечером. А сейчас уже буду выдвигаться домой. Надо чайку попить. Там еще кое-что позаниматься. И буду ложиться спать. Ну, а завтра труду и обороне. Ладно, друзья мои, всех с наступающим праздником. Всем, как всегда, крепкого здоровья, мирного неба. Ну, и до новых встреч, друзья. Все, давайте, до новых видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok